Первые купюры в 200-2000 рублей попали в города, которые на них изображены. Владивосток и Севастополь, а также Симферополь, Хабаровск и столицу. В течение этого года они появятся во всех регионах страны. Купюра очень отличается от других. Я даже помню, в 90-х годах у нас 200 рублей было. Совсем другая купюра была. Купюры уникальны по своему дизайну. Цифры стали крупнее. Это забота о пожилых и людях с проблемами зрения. Запатентовано более 15 защитных механизмов, чтобы деньги было практически невозможно подделать. Эти защитные признаки хорошо видны невооруженным взглядом и очень хорошо обделяются визуально без применения каких-то специальных техник. Об этих и других особенностях новых денег орловские пенсионеры узнают от экспертов Центрального банка. Актуальность таких уроков очевидна. Ведь несмотря на активное использование пластиковых карт, более 75% транзакций в России по-прежнему производится наличными. Важность вот такой работы, она не то что назрела, она была всегда. Потому что в данном случае категория пенсионеров, пожилых граждан инвалидов, они попадают в довольно уязвимую часть населения, которой пользуются мошенники. Банковские эксперты проводят мастер-классы на различные темы, обучают пенсионеров и компьютерной грамотности. Даже оплачиваю счета домашние свои по компьютеру, когда у меня нет другой возможности. Это очень просто, это нужно делать всем. С 10 по 21 апреля каждый желающий может проверить свои знания в режиме онлайн. Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности. Ксения Туркова, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.